Первый советский народный легковой автомобиль был запущен в производство по личному распоряжению товарища Сталина. Прототип москвича, германский Opel Kadett, приглянулся ему еще до войны. Есть сведения, что такой машиной обладал комендант Кремля, начальник личной охраны вождя. В 1955 году Госкомиссия приняла к производству «Москвич-402» по сути первую модель, самостоятельно разработанную конструкторами предприятия. Именно с нее, стартовавшей вместе с хрущевской оттепелью, начался отчет самым ярким страницам в истории московского завода малолитражных автомобилей. Он был основан еще до Великой Отечественной в 1930 году. Во время войны выпускал бронетехнику, а сразу после победы производство было возобновлено. 80 лет спустя, к 2010-му, легендарное предприятие прекратило свое существование. Но вернемся в 50-е и 60-е. Эти годы стали самыми успешными в истории москвича. В этот период линейка моделей завода обновлялась каждые несколько лет. Новые модели по уровню технических решений не уступали продукции иностранных производителей, а потому пользовались успехом как в стране, так и на экспортных рынках. Созданная на заводе команда по автоспорту одерживала победы на международных гоночных трассах, способствуя популяризации бренда. Каких только автомобили не строили тогда. Открытый спортивный «Москвич-404», купе на базе «402-го», наконец, гоночные формулы, на которых заводские мастера не раз становились чемпионами. Ассортимент завода был действительно впечатляющим. «Москвич-415», например, сочетал в себе свойства других моделей данного легкового автомобиля, будучи настоящим вседорожником. Восьмиместный автомобиль с деталями «Волги» создал впервые прообраз мини-джипа. После выпуска машину еще дорабатывали, но, к сожалению, на заре 60-х производство пришлось свернуть из-за нехватки средств. Зато в 1968 году завод в очередной раз был переименован. Стал автомобильным заводом имени Ленинского комсомола. Настоящим хитом на рынке был и «Москвич-412», с невиданной для того времени мощностью в целых 75 лошадиных сил. Почетным призом в виде 412 «Космича», так машину прозвали в народе, награждали победителей Олимпиад и прочих соревнований. Ну и, конечно же, этим автомобилем гордились в равной степени и его счастливые, но немногочисленные владельцы. И в целом, отечественная автомобильная промышленность, которая пыталась сопротивляться эпохе застоя, охватившей СССР в 1970-е годы. Очень интересным был и проект микроавтобуса А9. Этот восьмиместный автомобиль с узлами «Москвича-407» и «410», а также некоторыми деталями «Волги» создавали по указанию Министерства и отдела автопрома Госплана. А прототип модели «Истра», разработанный в 1988 году, и вовсе опередил свое время. На автомобиле был установлен дизельный двигатель, который потреблял от 2-4 литров на 100 километров, и мог работать на растительном масле. В автомобиле был кондиционер, автоматическая коробка передач, информация выводилась на лобовое стекло, присутствовала система навигации. Как известно, в последующие десятилетия с производителем знаменитых «Москвичей» стали происходить не самые лучшие изменения, которые в результате привели предприятие к печальному финалу.